Тжизаковский политехнический институт, факультет архитектуры и строительства, кафедра узбекский язык и литература. Занятие по русскому языку. Тема занятия – «Диепричастный оборот с выражением уступки». Преподаватель Абдувахопова Дельдора Илькиновна. Какая речевая конструкция называется «диепричастным оборотом»? «Диепричастный оборот» – это речевая конструкция, состоящая из «диепричастия» и зависимых от него слов. «Диепричастный оборот» указывает на дополнительные действия, которые выполняются существительным или местоимением, и обычно относятся к глаголу. Отвечает «диепричастный оборот» на вопросы «что делая, что сделав». Примеры. Он выбежал, захлопнув за собой дверь. Водитель, заметив запрещающий сигнал светофора, нажал на педаль тормоза. Обязательно выполняются практические задания, готовясь к экзаменам. Отдыхая в лесу, помни о пожарной безопасности. Покупая продукты, следует посмотреть на срок годности. В простом предложении уступительные отношения выражаются предложенно поддержанными сочетаниями и диепричастными оборотами. В сложно потенённом предложении уступительные отношения выражаются предаточными уступительными, которые содержат указания на условии, вопреки которому осуществляется то, о чём говорится в главном предложении. Прикрепляются они к главному предложению с помощью союзов, а также сочетаний вопросительно-относительных местоимений или наречий с частицей. Формы выражения диепричастия Редко значение уступки выражается диепричастным оборотом. Оставаясь принципиально неизменной, периодическая система сегодня пополнилась новыми элементами. Где находится диепричастие, та часть является диепричастным оборотом. В вышеуказанном примере диепричастным оборотом являются следующие слова. Оставаясь принципиально неизменной. Обстоятельства, характеризующие значения диепричастия, могут быть различны. Диепричастие, которое обозначает уступительные значения. Пример. Очень странно, но прожив в деревне три месяца, я почти никого не знал. Часто встречал я педагогов, настолько свободно владевших языком, что приходилось удивляться, как могли они в такой степени его усвоить, никогда покидая Родиной. Примечание. Значение диепричастного оборота, выделяемого только интернационно, при отсутствии лексических показателей уступки, определяется контекстом. В тех случаях, когда контекст, недостаточный для разрешения значения причинного и уступительного, значение уступки может подчеркиваться словами. «Всё-таки», «Всё-таки», «Всё-же», «Тем не менее», «Однако». Примеры. Уважая мнение жюри, я не буду говорить о недостатках картин. Здесь обозначается причина. Уважая мнение жюри, я всё-таки буду говорить о недостатках картин. Здесь обозначается уступка. А теперь будем выполнять задание. Найдите предложение с диепричастными оборотами. Расставьте знаки припинания. Вернувшись в гостиницу, он лёг спать. Своим делом он занимался спустя рукава. Таня шла по улице, не торопясь. Петер шёл, засунув руки в карманы. Серёжа молчал, прислушиваясь к чему-то. Семёнов, не хотя, закрыл книгу. Дети молча слушали сказку. Думая о будущем, не забывайте о настоящем. Нина согласилась помочь мне, скрипя сердце. Подруги проговорили целую часть, не останавливаясь. Наташа вышла из кабинета директора, повесив нос. Следующее задание. Определите диепричастия и диепричастные обороты. В следующих предложениях. Заводят собаку в городе, соблазнившись редкой их красотой. Покидая твжую страну, на неё обречённо взгляну. Заметив моё пробуждение, бабушка улыбнулась. Передвигали мебель, освобождая зал. Никогда не беритесь за последующее, не окончив предыдущего. Читая эти страницы, невольно вспоминаешь Чехова. И он, оттянувшись, запел. Часто взглянув на человека, представляя в себе его дом. Следующее задание. Найдите предложения, в которых допущены ошибки в употреблении диепричастных оборотов. Исправьте их. Выступая на концерте, зал внимательно слушал исполнителя. Сидя на концерте, зал внимательно слушал исполнителя. Это был пример для вас. У воды растут, наклоняясь к ней, ивы. Ожидая победу, её охватило волнение. Увидев отца, Серёжа заулыбался. Войдя в автобус, неожиданно пошёл снег. Войдя в автобус, мы заметили, как неожиданно пошёл снег. Досмотрев до конца интересный фильм, наступил вечер. Подъезжая к лесу, вдруг выскочил волк. Подъезжая к лесу, мы увидели, как вдруг выскочил волк. Проснувшись от шума, я увидел перед собой нашу собаку. До свидания. Всем желаем удачи.